Привет, друзья, это Егоров. Давайте разберем, что же вчера случилось на матче Тудроц с Рубином и почему произошел срыв. Автор единственного пока гола называет максимальное удовольствие от футбола. Зачем выходил? Сломать кого-то? Зачем это делать? Давайте, давайте отсюда. Коротко напомню, Дмитрий Кузнецов послал судью и оттолкнул журналистку. Некид назвал казанцев колхозниками, Эд прыгнул с двух ног в лежащего соперника, Баппе просто ударил сзади, ну а Гаучу удалили. Здесь я разберу все эпизоды, ну а более подробный вывод в текстовом варианте сделаю в телеграм-канале Идим Спорт. Подписывайтесь, но также напомню, что... Я клоун, блядь, да убери нахуй! Давайте начнем с предпосылок или даже диспозицию. Вот у Дротс в последнее время все хорошо, они не без оснований считают себя лучшей командой в медийном футболе и самой успешной. Они хотят заявляться в РПЛ, уже разговаривают с чиновниками в открытую, обращаются к ним. Ты говоришь там, но ты не хочешь идти в РПЛ, ты хочешь сразу в РПЛ запрыгнуть. Ну, брат, я знаю все цены. Из РФС, ну они вот, они знают наш контактный номер, Женьком. Мы можем связаться, мы можем сейчас эту вторую лигу так именно красиво рассматривать, что будет вот РПЛ и вот этот дивизион ниже. Знаешь, там реформы сделать, за один сезончик прийти в РПЛ и все. А против них кто? А против них даже не Рубина за ФНЛ, даже не дубль Рубина из второй лиги, а всего лишь Рубин Медиа с ноунеймами. И сначала вроде бы все идет неплохо, есть моменты. Это красиво убирает игрока Рубина, бьет с левой, мяч попадает в перекладину. Красивейший момент, вроде бы все по плану. Ну а потом, потом Аллан после углового машет мимо мяча, и вот так вот Рубин ведет. Внезапно. Подача Али, ошибается на выходе, есть момент, есть гол. Гол, 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 гол! Рубин выходит вперед! Это, конечно, неприятно, а еще более неприятно, что вот этот Рубин, непонятный Рубин, кто они такие, бегут к самим Дротам и празднуют гол напротив их скамейки. Конечно, Дроты в этот момент думают о провокации. Повторюсь, как это так, непонятно, кто к нам бежит. Хотя фактически здесь дело просто в том, что пацан закрутил сальто именно в эту сторону и оказался у скамейки Дротов. Ну, конечно, незабитый собственный мяч, перекладина. Дурацкий гол в свои ворота. Повторюсь, это празднование. Все это, конечно же, раздражает. А еще больше бесит, что вот этот Рубин, он в единоборствах побеждает практически во всех. Первый гол, вопросов нет. Если мы сейчас берем, типа, по моим ошибкам, ну, типа, первый, да, там, на выходе где-то ошибся. И тут психика победителей, психика королей, психика, видимо, тех, перед кем другие команды должны лебезить. Психика не выдерживает. Вот и Эд прыгает в лежащего соперника с двух ног. А у нас здесь удовольствия немного. У нас стычка. У нас толкотня. У нас... Давайте без рукоприкладство. Давайте не здесь. Давайте не будем остановить. Остановите это все. Да, тут Рост давно не проигрывал. Судья жалеет и показывает желтую карточку, но это чистейшее удаление, что не отрицает сам Эд. Момент, где я прыгнул, да, это моя косяка, это удаление стопроцентное. Я извиняюсь предпоследствовать, кого я прыгнул. Если бы игроку Рубина здесь повезло чуть меньше, то прыжок закончился бы ударом в спину с двух ног, либо попаданием в район почек или печени, либо в ребра. В общем, закончиться все могло не очень хорошо. Повезло. Автор единственного пока гола называет максимальное удовольствие от футбола. Почему Эд так сделал? В последнее время у него много интересных приключений. Помимо того, что он хорош в играх, хорош на ютубе, он толкает чужого, ну где-то заслуженно, наверное. В этот раз прыгает с двух ног. Он явно чем-то раздражен. Но об этом в конце. Именно из-за прыжка Эда и начинается потасовка. Нет, игроки Рубина, если посмотреть повтор, не пытаются жестко мстить. Нет, они, как мне кажется, по повтору, ну просто встают и чуть-чуть отодвигают Эда. Но в эпизод зачем-то вклинивается Гаучо, который вроде бы и разнимает, но разнимает ударами в район шеи или лица. Так делать не нужно. Это уже почти красная карточка Гаучо. Конечно же, в этот момент находится какой-то мужик на скамейке Рубина, который Гаучо из этой сутулаки достает чуть ли не за шкирку. Ну и, в принципе, тоже, наверное, логично поступает. Но Гаучо возвращается и бьет этого мужика в район лица. Но не надо срываться. Как сейчас? Ух ты, Гаучо там подлетел опять. Конечно, потом Гаучо будет говорить, что он разнимал и что судья не прав. Какой удар? Какой удар? Какой удар? Когда я удар? Ну Гаучо пошел, выяснили. Нет, я не удар вообще. Учал, что никто бежал. Я просто подводил мысль к тому, что по итогам той потасовки... Ну нет. Гаучо удалили правильно. Впрочем, мужика тоже удалили правильно. Ну и Эда должны были также выгонять спор. В такой диспозиции в составе Тудрос должно было остаться 9 человек. По всем правилам. Это было бы логично. Так что Дмитрию Кузнецову в данном эпизоде жаловаться, честно говоря, не на что. Наоборот. Его команду простили. 100% провокации. Вы что делаете? Что, хотите сейчас скандалы? Сейчас сделаю. Вы что делаете? Сейчас будет скандал. Я вам сейчас сделаю скандалы. Никиту тоже жаловаться не на что. И я думаю, в течение всего матча ему наоборот можно будет благодарить судью за то, что самого Никита не удалили. Дали теперь, блядь. Все хуню какой-то превращается. Дим, блядь. У вас судья клоун. Блядь, да убери нахуй. Ну, а позже можно будет даже порадоваться тому, что стиль, отмахиваясь от игрока Рубина еще в конце первого тайма, не попал тому по лицу. Из тех, кто на поле появился, он пока наиболее заметен, потому что... Иначе в составе Тудроц осталось бы уже 8 человек. А там уже совсем чуть-чуть до технического поражения. Ну, опять же, если бы тот же Эд был удален. Так что, не стоит жаловаться. Нужно думать о срыле. Но об этом повторю в конце. Из тех, кто на поле появился, он пока наиболее заметен, потому что... Ну, так вроде получилось. Ничего Рубин не создал ворот Тудроц, но забил в первом тайме дурацкий гол. И не менее дурацкий гол забил в начале второго, где Гудай и Аллан не разобрались. Ну, а так-то продолжится. И Каримов подает штрафную. Неразбериха 2-0. Мама дорогая. Мама дорогая. 2-0. Рубин выходит. Да Рубин уже вышел. Вперед. И оказалось, что в составе Рубина еще один акробат, который может забивать пустые ворота. И тут все понимали уже и сами игроки Тудроц. Матч, наверное, можно было спокойно доигрывать. Но внезапно случился ответный мяч. Тоже привезенный в свои ворота. На этот раз защитником Рубина. И тут Некит уже взбодрился. Вспомнил, кто здесь король. Но короли сегодня не были королями. Ведь они забились себе в третий раз подряд. Опять какая-то неразбериха. Опять Аллу подсовывают мяч. Опять серия единоборств подкатов. Мяч воротов. И на что здесь нужно обратить внимание. Ни Алла, ни защитники не спорят. Их этот пропущенный мяч устраивает. Да, Тудроц, конечно, помышляет. Да что вы делаете? Да что вы делаете у себя там в обороне, ребята? Сколько можно привозить, бля? Ай-яй-яй-яй-яй. Что происходит с обороной Тудроц? Да, Тудроц берут вар. И повтор показывает, что контакт между нападающим Рубина и Алланом действительно был. Но проследить. Сначала мяч отбирает игрок Рубина. И в данной конфигурации мяч Рубину и принадлежит. Следом Аллан делает за шаг ногой в сторону. И нападающий Рубина тоже делает движение в сторону. Они соприкасаются примерно на равном расстоянии от мяча. Это обоюдная борьба. И здесь судья принимает решение, что Фола нет. Я тоже складяюсь к тому, что Фола не было, хотя при желании его можно было поставить. И это удивляет заведенного Никита сильнее, чем того же Аллана. Бар, блядь, ты не можешь это определить? Блядь, 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 я смотрел на большом экране. А как ты это определишь? не надо, ты это определишь. Я смотрел, только стоит три раза. Некит переходит от судьи и уже винит во всем лигу. Дали теперь, блядь, все кунюка превращается. Дим, блядь, у вас судья клоун, блядь, да убери нахуй. Ну, а дальше начинается тотальный срыв. Дмитрий Кузнецов напрямую пугает игроков Рубина. Все, блядь, я что, сам задание убираю, блядь, 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 Бампе будто бы хочет исполнить вот эту угрозу, привести ее в действие и играет вольфача. Правда, отлетает от куда более опытного соперника, который сам же Бампе в первой фазе этого эпизода борьбы толкнул. Так, Бампе на поле появился, отборолся здорово и пошел до конца, но вот это зачем? Но Бампе не успокаивается и буквально через пару минут пинает, точнее лупит, я бы даже так сказал, полузащитника Рубина сзади по ногам, очень опасное нарушение, напрямую красную, но судья и здесь жалеет Мбапе и показывает ему вторую желтую. Зачем выходил? Сломать кого-то? Зачем это делать? Бред какой. А затем Рубин забивает четвертый мяч, а Некит называет их колхозниками. Ну и после свистка по традиции чуть было не начинается драка. да, более развернутый вывод по итогам этой истории, срыва, которого в медийном футболе не было давно, я даже не припомню такого уровня, мне кажется, даже матч Амкала и Броков проигрывал, хотя возможно было бы круто сказать, что нет, мы тогда больше шума навели. Я написал в Телеграме, что этот матч был настоящим медийным и прикольным, но вот до последних фолов уже жестких и грубых и угроз, да, это действительно было прикольно. По сравнению с фейк-медийными матчами, где на поле выходят даже не медийные люди, а непонятно кто, состав слаб, интриги нет, цели выиграть не стоит, тогда зачем нужны эти матчи, пусть бы играли блогеры, кефиры, акулы и все остальные, зачем нужно создавать вот эти вот команды, вот что вопрос, и почему тогда мы к этому пришли. А вот это действительно эмоции, это действительно медийный матч, но до грязи последних минут. Это первое. Во-вторых, почему же так с Тудротс это произошло? Я бы мог сейчас говорить о том, что дроты реально спорхнули в небеса. Ну реально, все, что они хотели в последнее время они делали. Захотели войти в медиалигу с оплатой премиальных в первую, вошли, лига оплатила. Захотели выиграть эту лигу и получить титул, выиграли и получили. Захотели получить еще больше денег за участие в МКС, их условия выполнили. Захотели они обыграть Амкал, в итоге обыграли. Захотели в Кубке России выступать. Выступили, причем очень классно. Действительно, очень классно. И никому не проиграли, потому что серия пенальти с текстильщиком, одной из сильнейших команд второй лиги, это прям очень сильно. Захотели дальше Тудротс, игрока Гауча, без вопросов, прямо финал. Уреалит должен был состояться, они с Филом договорились и его взяли. А тут приехал какой-то Рубин, и взял, навел шороху, праздновал мячи у чужой скамейки, особенно не поддавался ни на какие провокации, выигрывал борьбу и победил. Я бы мог это сказать, что именно из-за этого все произошло. Мне кажется, дело в другом. Мне кажется, все просто устали. Реально, все просто устали. уровень раздражения, уровень напряженности, уровень постоянной необходимости выжимать из себя какие-то радостные эмоции на усладу толпе, на усладу людям, постоянно что-то недоговаривать. Вот в таких ситуациях, когда спорно что-то происходит, это все приводит вот к таким последствиям, когда ты не можешь контролировать себя. Что, хотите сейчас скандалы? Сейчас сделаю. Вы что делаете? Сейчас будет скандал. Я вам сейчас сделаю скандал. И вот Тудроц в этой ситуации не смогли контролировать себя. Естественно, в ближайших матчах ничего подобного с их стороны не будет. Я в какой-то степени сам это проходил. Да и не только я, не только Тудроц. Да ладно, срывы это нормально. Ничего страшного, здесь взрослые дяди играют, вряд ли кто-то будет обижаться. Обижаться разве что будет девочка, которую Дмитрий Кузнецов толкнул, которого она снимала. А с другой стороны, давайте, давайте отсюда. Если ты девочка, то зачем тебе постоянно находиться с телефоном, с камерами в тот момент, когда мужики испытывают неадекватные в том числе какие-то эмоции. Это же твой способ заработка снять их неадекватность. И вот эта неадекватность была снята. Так что условия выполнены. В общем-то, такая история. Главное не бить никого. Это был Егоров. Пока.